доброе утро мои дорогие зрители с вами наталья всех приветствую всем рада и с самого начала своего видео хочу поздравить всех татьян танюш таточек с днем ангела статья не нам днем хочу поздравить всех студентов жалко что я не студентка я думаю сегодня студента будут веселиться все будет прекрасно желаю всем огромного здоровья всем студентам всем татьяна хорошего настроения позитива по этой жизни чтобы меньше было огорчений еще раз вас с праздником о погоде москве данный момент минус 1 днем обещают мокрый снег гололед и плюс 2 опять вот теперь до обещает нам так выходным снега 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 но поживем увидим такая погода в москве ну что праздник праздниками но у нас есть будни и будни у нас не всегда веселые но что есть то есть ладно не будем о грустном давайте обыковой ну что статья вчерашние да она теперь видео как бы не очень балует она теперь снимает раз раза два в неделю а потом горит мне youtube не платит всего тебе платят но вчера вышла ее статья но сказать что очень весело и там интересно написано сказать вообще не о чем вообще ни о чем она пишет вот знаете детский лепит самый настоящий детский лепит вот эти фотографии и идиотские и на язык показывает ну тоже практически ну на ее уровне хочу сказать больше не ночью самое интересное она эту статью потом зачитывала на стриме да но вне жилье нечем разговаривать вот я думаю думаю вот что у этой женщины в голове нет по моему только одни деньги потому что описать врачей как она вставала на учет пришла вы знаете ну немножко странно сначала она говорит когда я пришла в женскую консультацию сказала что я пришла вставать на учет и я уже жду 11 ребенка все были в восторге все были говорили что она мать героиня какая она молодец и тут же она начинает говорить что некоторые она ходила по специалистам там якобы но не всех еще прошла и потом вдруг ей говорят вдруг я не думаю что это вдруг что ее огорчает они говорят вам уже больше не заражать но знаете наверно любой адекватный человек увидев бы кого что она би у нее 13 беременность 13 роковая и 11 ребенок будет наверно покрутил бы около виска это в наше неспокойные тяжелое время нет я понимаю до времена были потяжелее моя бабушка рожала с семнадцатого года по 39 последний ребенок у нее в тридцать девятом году бабушки было 39 лет когда она его родила нет я дюро 40 в сороковом году то есть ей было 40 лет когда она родила последнего у нее было десять детей все живы по крайней мере тогда были все дожили до старости ну кто-то на войне погиб но я имею ввиду в младенчестве никто не умер но это раньше до раньше и бабушка уже вошла в войну у нее оставалось на руках только сколько пять человек четверо детей до остальные уже взрослые были ну это тяжело было тяжело было но это тогда а сейчас раньше люди по-другому жили а бы кого хочет жить дорого богато при этом иметь свои свои хотелки все исполнять а что она хочет она хочет только рожать и что она вчера говорила и на стриме и в своем своей статье что вот мне гинеколог сказал что я еще здорово что я еще могу рожать и рожать рожать это можешь только зачем зачем вот и займись своей жизнь а у нее жизни ты еще никогда не было у нее вся жизнь заключена в родах вот этот смысл ее жизни такой маленький то есть она но недалекая она думает есть она рожает от каждого встречного поперечного же от третьего мужика а если санька погонит придет другой скажет я хочу ребенка на бутыму рожать знаете не знаю мне вот пример вот это не совершенно непонятно нет я очень люблю многодетных ну ну пять детей но 6 11 в наше время зачем а потом удивляется что все нее пальцем тыркают и говорят она идиотка и нельзя и за рулем ездить да есть это за рулем господи тебе могу сказать все что угодно все равно ты будешь делать наперекор это же быкова и говорят белые она говорит черные и говорят красные на говорит синие и она делает то что она хочет неужели это непонятно если она не до добьется так нам не мытьем так а то не она все равно она сама же объясняя наш всем прямым текстом горит я добиваюсь того чего я хочу неважно каким методом и каким путем это быкова она вчера вышла на стрим только не пишите мне что я заведую нет мне просто очень жалко ее недалеких подписчиков но чему я рада быкова опять их обула так молодец баба вот какая бы ни была она дура но деньги выманивать она умеет народ получил зарплату до конец месяца января бабушки пенсию получили и полетели донаты к быковой и 2 с лишним тысячи на маникюр ей прислали и на марину марине на зарплату есть собрали она даже заплакала ой ну это такие слезы прям слезы умиления до смотришь и думаешь какая в тебе умерла актриса как ты любишь когда в тебе дают деньги боже мой я хотела бы на нее посмотреть если бы она сидела бы где-нибудь по-турецки около храма и не кидали бы в шапку монеты и как бы она улыбалась ну чем это отличается да ничем и тут же собрала денежки молодец а эти идиоты рады и кидать особенно с германии эти вообще из этим у них они очень хорошо живут молодцы они не стесняясь и на тебе 100 евро на тебе 100 долларов на тебе 50 долларов фигня самое главное воле помочь да только не не думает о том что благими намеренными благими намерениями выстелил дорога куда в ад то есть они этим развращают вот сколько она уже просит ну наверное первый год год полтора она не просила как youtube открыла но вот уже четыре года как она наверно точно просит на все буквально на все и наглости нет предела вообще нет предела что вчера марине накидали двадцатку накидали я думаю там больше накидали выставляет на сыроварный прям тот она не может сидеть на стоиме без доната но другой человек был бы благодарен бы не стал бы ничего выставлять просто посидел бы и пообщался она не умеет бесплатно разговаривать у нее каждое слово это копейка не умеет она бесплатно даже одну и ту же старую тему мусолить вот что она вчера на стриме мусолила сало она его мусолила во рту и глотала как удав она его продавала она кричала она весь стрим предлагала свое сало но не берут по тысячу рублей у нее сало но не берут еще они заплатят за пересылку кому надо и за коробочку которую она положит для посылки ну что сказать молодец баба имеет своих подписчиков и самое интересное это вот небольшая кучка совсем небольшая старых а в основном там ведутся новые новые а просмотр это у нее упали посмотрите она даже не стрим не видео до 100 тысяч даже не дотягивает это с ее то 700 с гаком чуть так хреновая бы кого где твои 600 тысяч подписчиков которые кинули бы порублю тебе у тебя была боже новая кухня где твои подписчики если это мертвые души так и скажи ну в общем на этом я заканчиваю то есть вы поняли что что стрим что статья врач запретила рожать нельзя ездить рулем и меньше надо жрать вот это было самое главное жрать точно да меньше на вот мне врач сказал нельзя есть сладкое но может и есть сало сало есть надо тоже с ограничением тебя сейчас поскочет холестерин если у тебя нет желчного у тебя сейчас значит болеть печенка потому что желчный будет отходить желчи негде выходить желчного нету если его действительно нету а если она не делала себе утяжку желудка но она уже даже сидела утяжку желудка он уже как ведро не растянулся как она живет поэтому вот эти все новости какие у быковой и реклама сало 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 по мусалу да прям своим подписчикам и все больше ничего нового все всем пока пока еще раз всех татьян с праздником танюшка рыжик танюшка коза дома всех с праздником и всех остальных татьян тоже люблю вас пока пока